На Западе больше всего критикуют голосование на оккупированных территориях Украины. Оно началось ещё в конце августа, за более чем неделю до единого дня голосования в России. Притом, именно на этих территориях идёт горячая фаза войны. Как сообщается, сотрудники избиркомов ходили по домам местных жителей, в том числе в сопровождении российских военных. Украина и её западные союзники выступили с резкой критикой таких цитат фиктивных выборов. Так МИД Германии выступил со следующим заявлением. Россия проводит голосование на украинских территориях, в части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также в Крыму. Это не более чем неумелая пропагандистская акция. Мы не признаём попытку захвата земель России. В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен, посетивший Киев, заявил, что США никогда не признают претензии России на любую суверенную территорию Украины. Кремль надеется, что эти заранее предопределённые, сфабрикованные результаты укрепят противозаконные претензии России на оккупированные ею части Украины. Но это не более чем пропагандистское мероприятие. Мы напоминаем всем лицам, которые могут поддержать фиктивный выбор в Украине, в том числе в качестве так называемых международных наблюдателей, что против них могут быть введены санкции и визовые ограничения. Обозреватели подчёркивают, что результаты голосования на оккупированных территориях в Украине не будут признаны международным сообществом. Российское руководство хочет создать видимость нормальности, а именно, что с российской точки зрения эти регионы давно принадлежат России и уже не являются частью Украины, и что они вполне нормально участвуют в тех избирательных процессах, которые происходят в России. Сейчас это региональные выборы, и поскольку на этих оккупированных территориях нет парламентов, то в этот день региональных выборов там будет избираться парламент. Но никто этого не признает. Эксперт подчёркивает, что как на оккупированных территориях Украины, так и в самой России выборы никак нельзя назвать свободными и честными. А Кремлю эти выборы нужны прежде всего для того, чтобы обосновать свою легитимность. Выборы даже в авторитарной системе всё равно являются неким механизмом формирования легитимности политического руководства. То есть, если вы проводите выборы, то можно отклонить обвинения в том, что у вас авторитарная система. Власть всегда может сказать «нет, все функции избираются». При этом выборы проводятся явно недемократическими методами, отмечает Герхард Мангат. У кандидатов нет равных шансов. СМИ освещают события нечестно. У разных людей разные финансовые возможности в этой избирательной кампании. Региональные администрации часто преследуют оппозиционных кандидатов. Многие оппозиционеры находятся в тюрьме, такие как Навальный, Карамурза, Пивоваров, например, Ильяшин. Всё это умалчивается, но именно это и делают эти выборы фикцией для российских граждан. С их помощью лишь поддерживается фасад. Региональные выборы этого года проходят на фоне подготовки к президентской кампании, напоминает аналитик. Региональные выборы сейчас — это упражнения политтехнологов из аппарата президента России, где они пробуют, какие приёмы работают, чтобы добиться желаемого результата, где нужно что-то улучшить, где нужно усилить те или иные механизмы. Так что можно сказать, что это не только фарс, но и большая тренировка перед выборами в марте следующего года. В целом эти выборы будут упражнением по сохранению видимости демократического фасада в пользу Кремля. Но, надо сказать, нечестным путём. И также будут проходить президентские выборы 17 марта следующего года. Это не будут свободные и честные выборы. И вообще будет сложно найти кандидатов, соперников Путину, готовых участвовать на этом этапе. Эксперт прогнозирует, что в целом выборы не принесут неприятных сюрпризов для Кремля. По мнению аналитика, высока вероятность фальсификаций. Как при сборе бюллетеней, так и при почёте голосов.